Добрый день, друзья! Сегодня у нас инструмент 1973 года выпуска. Это пианина Петроф, чехословатского производства. Сегодня мы покажем об основе вопроса темперации, как подходить к инструменту, которому 30 лет в эксплуатации. Причем для себя я уяснил, что инструмент профессионально никогда не настраивался, то есть были иногда некоторые операции выполнены по соотношению хоров, но и хора, допустим, я не просмотрю. Вот видите, как он по себе новый. Инструмент настроен где-то на 1 восьмую, ну 20-25 центов, ниже стандарта 440 лет первой октавы. Поэтому, когда вы приходите и начинаете настраивать, вот Максим Шестерняков из Калуги меня спрашивает, как нам подходить к вопросу темперации. Нужно первоначально выяснить, какие звуки звучат правильно, то есть брать цифровой гитарный камертон, либо какой-то его заменяющий вид анализа применения, и затем по соотношению тех правильных нот, которые уже имеются, выстраивать свою политику, разгон этих звуков по всей клавиатуре. Вот я сейчас продемонстрирую, как у нас звучат ноты, да? Даже на примере первой октавы мы слышим, что есть большие расхождения в хорах, особенно вот эти ноты. Но, если мы возьмем камертон цифровую, я его выстрою на 440, вот нота Фа сейчас я смотрю. Вот видите, она на 25 центов ниже, показывает. Почему мы демонстрируем именно эту ноту? Дело все в том, что, когда предварительно, допустим, я поиграл, вот смотрите, Фа и в малой октаве, да, то есть только в хоре не звучит. То есть нас такая Па устраивает. Теперь смотрим относительно квартоквинтового круга. Видите, Си бемоль тоже родной, практически он в тех рамках, которые нам допустимы, то есть тянуть наверх. Нам даже прибор не надо включать, да? То есть Си бемоль у нас уже рабочий есть, его не надо двигать, да? Теперь смотрим Ми бемоль. Видите, биение значительное, да? Это вообще низко, отрибанч малого тибара, я даже могу продемонстрировать. И вот она, родная ми бемолька, да? Да. То есть нужно по всему диапазону, предварительно, когда вы начинаете выстраивать, вот некоторые говорят, прибор там ошибается, наше ухо не слышит, когда мы идем, выявить те звуки, которые наиболее правильно звучат. Если мы за основу сегодня, мы не будем поднимать 440 герц, пусть она значительно ниже, мы на скрипке не будем аккомпанировать. Абсолютных звук у нас ни у кого нет. И нас вот это Фа первая устраивает. Как мы будем настраивать? Сначала мы Си бемоль настроим, да? Потом, соответственно, Ми бемоль, вот он сейчас низит, да? Настроим. Когда у нас Ми бемоль вышел, скажем, проверим его, насколько он правильно соответствует. Так же, как это Фа на 25 герц меньше. Вот. От Ми бемоля выстроим кварту, вернее, точнее, квинту вниз, да? Чтобы она у нас была. Вот она даже близко есть. Вот она, видите, вторая струна, если показать. Видите, они две струны уже у нас готовы, их не надо трогать. Почему я об этом говорю? Почему-то операция должна быть избирательной, когда мы начинаем работать с первой малой октавы. Дело все в том, что любое, допустим, натяжение значительное, Хоть мы будем работать геобразным, вот, да, шведским ключом. Хоть мы будем тибаром четырехграммом работать. Нам необходимо выявить только те звуки, которые неправильно звучат, на которые мы не будем основывать, которые мы будем подтягивать. А те звуки, допустим, и в характер, как вот эта нота Фа у нас, которую мы считаем правильным, вот, звучит, мы ресурс посадочного места колка, натяжение струны не изменят. Таким образом мы дадим возможность инструменту практически не расстраиваться, потому что колки мы уже нашли. Ну, а процедура будет стандартная. Мы будем от этой ноты Фа сначала вверх, в квинту вниз, потом опять от этого звука. Когда мы настроили первую октаву, мы будем смотреть, есть ли соответствие с большой и с малой октавой. Если они есть, значит, нам здесь уже не надо трогать. Вот. Разгонять старайтесь тоже. Я Максиму обязательно на шестернику поясню, что вот от Фа начали, вот здесь, допустим, сверились ее с этой Фа, да, потом большая терция, видите, она приблизительная, то есть ее надо тянуть. И большая терция, даже если вы по прибору сделали правильно, у вас в соотношении стоят стрелочки, значит, на показаниях, которые вы изначально начинали искать, они обязательно совпадут, и все будут терции большие. Спасибо за внимание. Итак, мы закончили, скажем так, среднюю часть портепиано нашей темперации. И вот сейчас я продемонстрирую те звуки кварт и квинты, которые у нас получились в результате настройки. О, квинты. Вот аккорды можно попробовать. Вот так у нас звучит инструмент. Раньше у нас кварток-винтовых соотношений, если вы будете смотреть сначала, запись у нас их не было. Сейчас мы в результате того, что я вымерял каждый звук, проверял его по камертону, значит, как он у нас звучит. Мы получали очень такие качественные, однородные звуки. Вот, в частности, первая, вторая, малая октава, которые имеют правильную структуру. И соответствует кварток-винтовому кругу через октаву, допустим, октаву мыши. Вот, вниз. Значит, настраивайте свои инструменты, следите за тем, что вокалки были правильно настроены и все у вас получится. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.